Еще и по-другому, есть несколько разных определений у этих религий, но сейчас для нас важнее всего вот это. Они, эти новые религии, предполагают, что на земле должны быть установлены порядки соответственно этим этическим учениям. Они называются еще религиями спасения, потому что в этих религиях решается вопрос об индивидуальном спасении человека, благодаря личному контакту с божеством. Они называются еще религиями откровениями, потому что все эти религии имеют реального основоположника. Ну, Моисей, Иисус Христос, Мухаммед, Заратуштра и так далее. И еще очень важно, все эти религии еще называются религиями, которые имеют священные писания. Дело в том, что мифология в первой стадии древности, она не имеет никакого канона. То, что мы с вами знаем, скажем, о греческой мифологии, она такая всеупорядоченная и красивенькая, это потому что над ней хорошо поработали греческие эллинистические уже на исходе древности философы, историки, писатели. Мы все это собрали, категорили. На самом деле все эти мифологии, они часто противоречивы и так далее. А здесь вот, и поэтому они называются догматическими религиями. Эти религии постепенно захватывают всю населенную людьми землю. Первый, самый древний из них был, вероятно, Зарастый. Но, впрочем, поскольку существуют очень большие разногласия по вопросу о том, когда жил Заратуштра, возможно, что он был современником древнейших библейских пророков. Тогда в таком случае все это, возможно, так и будет. Ну вот такую религию проповедовали библейские пророки. И именно их проповеди создали иудейский монотеизм, а затем христианский, соответственно, и исламский монотеизм, ну и так далее. Появлялись еще и философские учения такого разного, сводящиеся к этому же. Стоицизм, например, у греков, конфуцианство у китайцев и так далее, и так далее. Было много. Некоторые из них потом стали религиями сами по себе, конфуцианство стало религией, буддизм, который поначалу, вероятно, тоже был философией, тоже стал религией и так далее. И вот эти религии, они постепенно действительно преобразовали мир. Вы знаете, у Маркса есть такое знаменитое, вот в мои времена мы все это долбили наизусть, до сих пор помню, философы лишь различным образом объясняли мир, задача же состоит в том, чтобы его улучшить, изменить. Ну, последние годы под марксизмом принято посмеиваться, но надо сказать, что именно эту задачу поставили и решили пророки, философы, проповедники вот этого самого осевого времени. Они изменили мир на самом деле. Этот новый мир не только возник, но и устоял. Конечно, за все перемены человечество платит, платит дорогой ценой. В истории, по-видимому, знаете, как в физике, где сказано, что в одном выигрываешь, что в другом выигрываешь, да? Закон сохранения. Так вот и тут. Эти религии, они были большим шагом вперед, несомненным шагом вперед человечества, но они принесли с собой такие вещи, как религиозную рознь. Ранняя древность религиозной розни не знала. И не знала ее по понятной причине. Боги-то были все одни и те же, их только звали по-разному. И, скажем, древний грек легко понял бы древнего славянина, сказал бы, ну, ваш Перун, понятно, это наш Зевс. И все, всего идиот, только вы его так зовете. На здоровье. Значит, вот религиозная рознь возникает, возникает ханжество, возникает фанатизм религиозный, преследование еретиков. И это, причем интересно, что еретики считаются более зловредными, и более враждебными, чем иноверцы. Потому что иноверца до известной степени изменяет его невежество, он не знает, что ладно, Бог с ним. А вот еретик, ему была явлена христина, он от нее злостно отклоняется. И вот почему, хотя иногда и пишут, что вот иудаизм, христианство и ислам, это две так называемые авраамические религии, они должны между собой дружить, у них же общие корни. Так вот, на самом деле, они враждует между собой именно по этой причине. Они считают все друг друга не иноверцами, а еретиками. Вот отсюда все вот эти вот сложности отношения. Это тоже надо иметь. Вот религия, я повторяю, это одна из важнейших сторон проявлений культуры, как и язык. Мы язык выделили отдельно, потому что язык – это необходимая принадлежность человека. Поэтому религия – есть очень важная вещь в культуре. Можно быть верующим, можно быть неверующим. Это совершенно не важно в этом смысле. Потому что, вы понимаете, вот в отношении, скажем, веры и неверия, нам можно задавать вопросы следующим образом, наверное, было бы правильно ставить их. Вопрос первый – верите ли вы в то, что существует некий творец мира, который вот его сотворил и правит им справедливо и правильно? Второй вопрос – принадлежите ли вы какой-либо религии? И третий вопрос – принадлежите ли вы какой-либо церкви? Это тоже надо различать. Скажем, христианская религия одна, но христианских церквей много. Ну как надо отвечать? Причем на все эти вопросы надо давать разные ответы, и ответ на следующий вопрос не зависит от ответа на предыдущий вопрос. Вот что тоже очень важно – иметь в виду. Например, как можно ответить на первый вопрос? Как бы я ответил на первый вопрос? Я бы ответил так, что вообще говоря, логически допустимо предположить существование, предположить, что, скажем, наш мир и все мы, и все, что нас окружает, есть некий эксперимент, производимый неведомо кем, неведомо для чего. Против этого трудно что-нибудь возразить, правда? И не исключено, что, может быть, вот в эту самую секунду, когда я вам все это говорю, этот экспериментатор счел уже эксперимент законченным и выплеснул пробирку в раковину. Вот, как видите, ничего не произошло. Значит, он еще не кончил. Или, может быть, и так, как сказано в Писании, один год у человека, одна минута у Бога. Может, там по-разному течет время, может, мы давно уже в фановой трубе, просто еще этого не знаем. Так тоже можно, да? Ну, это такие вот игры ума. А вот что касается до принадлежности к религии и к церкви, то что тут можно сказать? Мы, принадлежащие к христианской культуре, верим, независимо от этого, верим мы или не верим, являемся до определенной степени христианами. Все. Как верующие, так и не верующие. И на третий вопрос. Мы, принадлежащие к русской культуре, являемся русскими. Мы говорим на этом языке, мы поем эти песни, мы знаем на эту историю, мы воспитаны этой историей, значит, мы, опять же, до известной степени все православные. Вот так. Все это очень непросто.